Сегодня мое послание, я бы хотел бы очень интересной тематикой сделать. Слушай в духе, а не мнение людей. Слушай, тематика именно веры очень важна на сегодняшнее время. Многие люди отходят от понятия, что такое вера, но я хотел бы больше затронуть вопрос, что такое слышать в духе. Потому что многие голоса существуют в этом мире, но то, что мы имеем, важно для каждого человека. Сегодня я беспокоен многими ситуациями, не только в Украине, Израиле, Европе, России, Америке. Вообще меня целиком, в целом тревожит состояние всего мира. Буквально недавно, несколько дней назад, в Южной Африке были погромы такие. Вернее, не погромы людей, а просто грабили магазины, все выносили. Мы видим, как происходят моменты в Афганистане. Освобождается территория, дается тем, кто хотели править, возможность поправить свою ситуацию. И вместо того, чтобы просто политически решать вопрос, автоматы, пулеметы, захваты, уничтожения, убиения. Люди бегут со всех мест. И это, в сущности, во всем мире тревожит многих людей. Как и вы, и я вообще, как многие из нас. Нам интересны новости, правда? Я не исключение. Мне на самом деле интересно, что происходит в мире. Даже некоторые люди меня интересуют, что происходит с ними. Меня интересуют, как развиваются общины. Меня интересуют, как идет технология или архитектура, как развивается. Мне нравится даже читать статьи некоторых людей, которые пытаются каким-то образом перестроить или переписать историю. Хотя в истории этих историй было уже не один раз. Даже, знаете, вот я смотрел Писание, и я понимаю, даже для Мессии Иешуа не чуждо было любопытство. Ну, с хорошей точки зрения. Ему было очень приятно услышать, или же интересовало его мнение людей. Придя же в страны Кесария Филипповой, Иешуа спрашивает учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого. Это любопытство. Некая информация. И для него было не чуждо узнать и их мнение. Это Матфея 16 глава, 13 и 15 стихе он вам говорит. А за кого вы меня почитаете? Кто вообще я для вас? Ему было интересно мнение людей. Другими словами, любопытство не чуждо. И интересоваться обстановкой событий в мире не грех. Вы понимаете, о чем вы? Некоторые думают, что это все опасно. И все же, чрезвычайное любопытство, вы в этом чрезвычайном любопытстве скрыты пороки общества. Потому что там, в этом обществе, можно манипулировать мнением и сознанием людей. Чрезмерное, не то, что мы не должны быть любопытными, но чрезмерное любопытство и вот приводит к неким порокам. Одни воспринимают информацию к правильным выводам, другие же к опасным действиям. Одни получают информацию и предпринимают конкретные планы, другие эту информацию раздувают до истерии. Другими словами, благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Притчи 27-12. Мы мудрые должны быть. Если у кого не хватает чего? Мудрости, знания. Просите их откуда? Суд Бога. И Он даст вам. И вот Бог дал человеку слух. Зрение, осязание и обаяние. Все эти службы, которые Бог дал человеку, служат для блага, а не во вред. Для блага, чтобы мы... Если оно, извините, вот по-польски шмерджит, да, так вот. Слово у нас здесь смердит, да, у нас по украске, это воняет. А по-польски шмерджит, это именно вот плохо воняет. А воняет по-польски означает пахнет. Ну не путайте, хорошо? И мы чувствуем, что хорошо пахнет, а что плохо. И когда кто-то говорит какие-то вещи, мы чувствуем, хорошо пахнет или нет. Знаете, как в том рассказе. Изя, я толстая, как бы я понял, что мне не избежать конфликта. Да, вот это как бы... Вот в одном вопросе сразу идет и конфликт. У человека также есть то, что есть природное, и качества эти природные, качества ему даны. Но есть также сверхъестественное качество в его Божьем данном духе, который сокрыт или же покрыт именно Духом Святым. У каждого человека есть Дух, который Бог вдохнул в человека, и он стал тварью живою, творением живым. И вот этот Дух, который внутри нас, является именно тем индикатором Божьего присутствия в нашей жизни. Я сегодня именно хочу говорить о слушании в Духе. Как это происходит. Не просто слышать плотскими ушами все то, что происходит в этом мире. Потому что мы слышим информацию, и эта информация формирует наше сознание и нашу реакцию на данные вопросы. Тема слушания Бога не новая. Это не принадлежит современным течениям харизматических церквей. Тема именно слушания Бога лежит в основе Танаха. Всего в Танаха, всей Библии. От Авраама, да, Моисея о законе. Потому что Моисей слышал от Бога о законе, который мы сегодня используем. А также всех пророков. Так что я могу четко сказать, что наш Бог, это Бог, который говорит и общается со своим народом. Аминь. Писание. Евреям 1, 1 и 2. Бог многократно, многообразно говорит издревле отцам в пророках. Говоривший. Издревле отцам в пророках. Последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Другими словами, сегодня Ишуа является тем царем, который воссел по правую сторону. То есть одесную отца. И он наследник всего. Руководит всем, управляет всем происходящим в этом мире. Если он говорит, если Бог говорит и общается со своим народом, то как его слышать? Многие люди ищут его голоса. Так, чтобы гром с неба, знаете, прогремел. Вот тогда я услышу. Пускай говорит, чтобы я услышал. Но так, чтобы я не оглох. Знаете, гром с неба, но чтоб только тихо, ша, и потом не ходить к врачу. Многие ищут его. Но в сущности, где и как его услышать? Я могу точно сказать, что ни в интернете, ни в новостях. Там вы его этот голос не услышите. Это будет диктор, который скажет то, что хотят его хозяева. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Римлянам 8 глава 16 стих. Слушайте внимательно. Этот же дух, который говорит нашему духу, чаще всего противоположен тому, что мы с вами видим. Божий дух говорит нашему духу, и внутри мы понимаем, что он говорит, но то, где мы находимся, как раз противоречит тому состоянию, что мы слышим. Наши глаза чаще подводят нас, чем тот, кто нас очень любит. Наши чувства, то, что мы видим, то, что переживаем, намного чаще подводят нас, чем тот, кто нас сильно любит. Знаете, вот тот момент, когда меня везла скорая помощь в больницу, я мысленно уже прощался с моей любимой, своими детьми, но видя Татьяну, молящуюся Всевышнему Богу, знаете, так горячо, что внутри меня возникло твердое понимание, что я выживу. Что вы понимали, я уже прощался, но в какой-то момент я внутри своего духа понял, я не умру. Когда я зашел в это здание, я в моем духе четко знал, что это наше здание, я четко знал, что это наше здание, но мои уши слышали невероятную цену, которой у нас не было. Поэтому нам пришлось договариваться очень долго. Возможно, и у вас так было. Когда в визуальном мире все говорит о безнадежности, но внутри вашего духа вы чувствуете, что это будет противоположено и по-другому. У вас есть обстоятельства, но внутри вас говорит Божий дух, который говорит, что все будет по-другому. Доверься. Нам сложно это сделать, но мы должны научиться. Один из примеров. Бесплодное зачнет. Зависимый расторгнет свои оковы. Бедный получит свой ежедневный хлеб. Это обещание, обетование Бога. Должник раздаст свои долги. Сирота приобретет свою семью. Знаете, вот даже пример о сироте. У него есть тот момент, где он говорит, у меня будет моя семья. Конечно же, он потом может выбрать, либо его примут в эту семью, либо он приобретет ту семью, которая на улице. Но все равно стремление у него есть, и внутри него говорит это состояние, у меня будет семья. Бог называет несуществующие, как существующие. И еще не было частичек в этой мире, то есть в этой вселенной, как он в совершенстве знал каждого из нас. Нам сложно это понять. Но знаете, когда Авраам, будучи бездетным человеком, да, мужчиной, был назван отцом многих народов. Это состояние ему дано. Бог говорит, я меняю твое имя. Отец многих народов. А он был бездетным. Бездетным. Гидеон прятался и оправдывался со своей некомпетентностью. Знаете, что в суде 6 глава 26 говорит? Ангел Господь, он обращается к нему, говорит, Господь с тобою. Ну, у нас говорят, когда что-то кто-то сделал, что-то, ну, Господь с тобою, Боже мой, только сохрани. А здесь, наоборот, утверждает, Бог с тобою, муж сильный. А помните, что говорил Гидеон? Где? Ну, где эти обетования? Где все то, что было сказано? Где все? Сегодня напоминалось нам. Нам говорили, нам пророчество, нам было слово от Бога, а мы после некоторых времен, говорит, ну, где это исполняющийся? А его нету. Ну, вот невидимый. А Бог говорит, Гидеон, я с тобою сын или там муж сильный. Хотя, знаете, оно переводится в других местах, как воин сильный, могучий герой, то есть храбрый или же богатырь, сильный. Гидеон не выглядел героем, когда он просто прятался от врагов. Он похож был на трусливого слабака, чем на храброго воина. Гидеон, вы можете мне сказать, Ребе, вы же все равно не знаете всего. Ну, да. Но вы в вашем духе слышите некоторые вещи, не вкладывающие в ваш разум. Потому что мы чаще всего ориентированы на рациональный осмотр всех событий, которые вокруг нас происходят. Там у нас долги в банке, там у нас за квартиру, тут у нас нету по доставке, тут у нас что-то еще случилось, тут у нас болезнь, рука, нога, голова и все другие вещи. И мы говорим, рационально ничего хорошему это не приведет. Ты можешь сказать, ой, Ребе, ты еще не знаешь от всех вредных привычек, я пока еще не избавился до конца. Не свободен, но я тихо молчу, но так тихо себе, ну, ты знаешь. Ну, знаете, может быть, вы в долговой яме, но там долго не будете задерживаться. Может быть, я не знаю, что происходит в вашей жизни, но Бог, который над всем контролер, да, контролирует все, посылает ваш дух, говорит, и хромой будет ходить, слепой увидит. Понимаете, да, момент? И тот, кто был голоден, беден, да, он будет богат. Гедеон точно говорил такие слова, как и многие из нас, потому что, смотрите, что он, Бог, именно Гедеон говорит Богу. Господи, как спасу я Израиль? Каким образом я один могу спасти весь Израиль? Вот и племя мое в колене монастыри самое бедное, то с деньгами я не могу никого подкупить. И в доме отца моего младший. И сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь Мадеамитян, как одного человека. Окружающая нас реальность говорит, что мое имя, то есть Гедеон говорит, окружающая меня реальность, обстановка говорит, что мое имя, Гедеон, не соответствует этого имени абсолютно. Но в духе Бог сказал, я Господь и буду с тобою, с ним, со мной, ты поразишь всех Мадеамитян, как одного человека. Эта орда восточная прогнется, как один человек. Вы понимаете, да, вот это то, что против вас идет, вот эти враги прогнутся, потому что я с тобою. Ведь мы живем верой, а не тем, что мы видим глазами 2 Кориффина, 5 глава, 7 стих. Мы живем верой. Обстоятельства, они говорят по-другому. Не позвольте видимым обстоятельствам диктовать противоположное тому, что вы видите в вашем духе. Просто не позвольте. Я уже встречаюсь с людьми, которые, ну как сказать, раньше мечтали, раньше говорили, а какое-то время проходит, ну не знаю, ну не знаю, что происходит. Даже он должен был здесь я быть, не должен. Уехать, приехать, скакать, не скакать, что делать мне? Я говорю вам, не позвольте виденным обстоятельствам диктовать противоположное тому, что Бог вложил в ваш дух. Возможно, преграда велика, как горы, и невозможно их преодолеть. Или как Голиаф, который стоит на пути Израиля и надсмехается над Божьим народом. Возможно, эти обстоятельства, ситуации, как Голиаф, который смеется в вашу сторону и говорят, где твой Бог? Но Давид, смотря на громилу в военных латах, бряцающую своим оружием, знал в своем духе, что Бог уже вверх это пугало в броне, в его пастушьи и руки. Давид уже знал, потому что он знал, что Бог с ним. Не разочаровывайтесь тому, что ты сегодня видишь. Но вдохновись тем, что Бог говорит сегодня тебе и о всех нас. Вдохновись. Мы смотрим не на видимое, а на не невидимое. Потому что видимое временно, а невидимое вечно. 2 Кориффина, 4 глава, 18 стих. Я сейчас не говорю вам смотреть в небеса, вот типа тихонько в небеса прийти, когда мы воскреснем и там быть. Там все как бы хорошо. Я говорю о вещах, которые реально могут быть на земле. Потому что мы молимся. Да будет воля Твоя здесь на земле, как и на небе. Для нас есть утверждение, что мы должны быть посвящены Богу в то слово, которое Он сегодня нам дал. Все видимое подчиняется изменению. Все видимое подчиняется изменению. А невидимое вечно уже существует без тени перемен. Оно уже есть. И там перемены Бог не будет делать. Некоторые думают, что вот, как Ишуа говорит, я иду вам на небо, то есть туда, да, приготовить вам место. Или места, да, люди говорят. Такое, о-о, еще один спасся, надо еще один домик сколотить. Да, еще спасли, еще пароль. Одно место, нету много мест. То есть отца мы, обители много, да. Но я иду вам приготовить место, где мы все вместе будем. Неизлечимая болезнь, которая вам реально, как приговор от врачей, оно висит давлением и, наверное, переживанием. Но правда, знаете, в чем? Что эта болезнь подчинена изменению. Вы понимаете, о чем я говорю? Она уже подчинена изменению. Потому что уже там никаких ни болезней, ни скорби там не будет. Здесь, пока мы здесь видимое, то, что мы видим, оно подчинено изменению. В Третьей книге царств нам всем известна и знакомая история с засухой в Израиле. Помните, люди в это время, Израиль отступил от Бога, поклонялся Ваалу. Надежд не было, потому что пришла засуха. Илья просто помолился и не стало дождя. Три с половиной года, помните, да? И надежд не было. То есть к лучшему ничего не показывало, ничего не предвещало, что что-то может измениться. Но в этой Третьей книге царств, 18 стихе, 41 стих. Сказал Илья Ахаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. История очень интересна. Илья говорит, что он уже слышит шум дождя. А как мы? Мы можем слышать тот шум дождя, которого не видим. То отношение Бога и благосклонность Бога, которую мы еще не переживаем. Что слышим мы в своем духе сегодня, когда вокруг творятся такие безумные вещи? А ситуация не улучшается. Она становится еще хуже. Эти вещи становятся еще, Боже, неприятнее. Что мы, как верующие люди, сегодня слышим? Возможно, несмотря на небо, Ахав думал, что у Ильи от жары все платы поплавились. Как, увидите, бампера на машинах. Буквально недавно, 40, там сколько, 70 градусов было жары, поплавилось там все. Но у Ильяху, пророка, который знал Бога, он делает то, что уже ему известно, что он получил в духе. Давайте я зачитаю следующие стихи. И пошел Ахав есть и пить. А Илья взошел наверх к Армиела и наклонился к земле, положил лицо свое между коленами своими и сказал отроку своему, пойди, посмотри к морю. Тот пошел, смотрел и сказал, ничего нет. Он сказал, продолжай до семи раз. Седьмой раз тот сказал, вот, небольшое облако поднимается от моря величиною в ладонь человеческую. Он сказал, пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не достал тебя дождь. Что ты сегодня слышишь в своем духе? Что ты делаешь, когда ты слышишь? Потому что здесь в этой истории есть очень важный концепт или же слагаемое. Вот как начинается 18 глава третьей книги царств. По прошествии многих дней было слово господня Килии в третий год. Пойди, покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. Это первый стих. А мы читали уже вам сороковые, когда все это случилось. Бог говорит, иди, скажи Ахаву, покажись и скажи, что я дам дождь. Бог сказал, что будет дождь. И Илья, услышав это в своем духе, но когда пришло время, он не просто сел с царем попить и поесть. Послушайте. Я уже слышу, дождь идет. Давай посидим, поедим, подождем, пока будет дождь. И ты увидишь, что Бог прав. Вы знаете, что делает Илья? Он говорит царю, ты кушай. Ты же не веришь в Бога, Бога Израиля. Ты сядь, ты кушай спокойно. А я делаю что-то другое. Илья пошел на гору молиться, пока не увидит результат обещанного Бога в своей молитве. Он не только знал, что и будет Божий ответ, потому что Бог ему дал его в духе. Он был твердый в этом, но он и сделал нечто. Он пошел и он преклонил колени, то есть он встал в позу, голову вложил себе на колени, вот так вот молитвом состоялся. И начал молиться. Начал молиться, потому что это было знание от Бога. Не просто знание, но и наше действие в подтверждение до тех пор, пока оно не существится. Аминь. Бог говорит в твой дух то, что вскоре совершится. Или то, что произойдет. Но зачастую это противоположно тому, что мы видим. Потому что природно ничего не говорило. Но то, что мы получаем в своем духе, перепишет то, что мы видим. То, что нереальное, становится реальным. Когда мы соглашаемся с тем, что говорит Бог, тогда мы включаем в этот период, вот момент именно ожидания и переменах. Когда мы соглашаемся с Богом, о том, что Он говорит, мы включаем в этот период ожидания, что оно произойдет. И этим временем, которое вот мы в ожидании, руководит не что иного, как молитва. Не наше ожидание просто вот сказал и буду ждать. А там действие. Вера, как мы говорим, это не просто ожидать. Вера это действие. Некая субстанция, которая толкает нас на то, чтобы в ожидании, в молитве ждать от Бога ответа. Илья был человек подобный нам. Молитвы помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, небо дало дождь, и земля произносила плод свой. Иакова 5 глава 17 и 18 стих. И что интересно, когда мы читаем вот этот местописание, мы подумали, он помолился и исполнилось. Мы же как бы, мы просим, Боже, мы молим Тебя за это действие или за то действие. Помолились, оно не произошло. Знаете, что я вам скажу, здесь в новом языке оно описывается очень коротко. Помолился, просто помолился. Не один раз. Знаете, почему он считает, что не один раз? Потому что, когда Илья посылает отрока, сколько раз он посылает его? Семь раз. То послал, он вернулся и говорит, ничего нету. Иди еще раз. То есть, он пришел, нарушил молитву. Он говорит, ну хорошо, иди. И Илья еще раз начал молиться. И семь раз. Пока не получил результат. Молился до тех пор, пока не получил результат. Следующий принцип. Слышать в духе – это объявить, возгласить, провозгласить то, что мы слышим. Это, может быть, и странно звучит. Илья просто мог ждать дождя. Ведь Бог сказал, значит, он будет. Если Бог сказал, что он не исполнит. Это же его дело. Что, мое должно быть? Но Илья вслух объявил царю, что слышал. Когда мы объявляем то, что Бог нам дал в наш дух, мы этим высвобождаем действие чуда уже. Слух, которое не могут видеть другие люди. Потому что для них мы уже очень странные становимся. Скуку на голове. Выражая слух, то, что мы получили в духе, этим мы вкладываем дыхание жизни в то чудо, приготовленное для нас Богом. Для нас. Да скажет так, искупленный Господом, те, кого избавил он от руки притеснителя. 106 Псалом 2 стих. Там просто возглашение. Да скажет, да. Типа, да скажет, аминь. Да скажет так, да будет так, те, которых Бог освободил. Другими словами, когда Бог вас освобождает, вы должны сказать, да. Если ты желаешь победы над болью, да сказать нужно, да так, пускай так и будет, да и аминь. Если ты желаешь победы над зависимостью, да скажешь так. Если мы желаем работать и иметь финансовый прорыв, да скажем так. Он избавляет. Если мы не желаем войны и страданий людей, да скажем мы да так, аминь и да будет так. Когда ты и я имеем внутреннее подтверждение того, что невозможное становится возможным, при прошествии времени, смиренно, мы должны объявить это вслух. О том, что мы получили. Что услышал в своем духе. Тогда вера твоя спасет тебя. И чтобы никто не говорил вокруг, да знаешь, как этот слуга. Чтобы он не смог разочаровать вас. Ведь что происходит? Он посылает. Потому что иди посмотри. Есть ли изменение тому, что Бог мне сказал. Тот пошел и приходит и говорит, не надейся, небо чистое. Разочарование? Да. Он мог сказать, я своими глазами видел небо, там ничего нет. Люди могут приходить и разочаровать вас в том, что Бог вам дал ваш дух. То утверждение, которое Бог пообещал. И сказать, этого точно не может быть. Возможно, смотря на обстоятельства политического кризиса. Особенно экономического. В нашей стране. В многоциональной стране. В стране, в которой есть огромный потенциал. Ты послушал сигналы, что все бесполезно. Экономики нет. Работы нет. Кредитов нет. Ничего нельзя сделать. И просто все безнадежно. Что Украина, как самостоятельная страна, прилична на вымирание. Мы стали посмешивающим в мире. Кроме футбола, конечно. Камнем раздоров. Международной распри. Услышь сегодня, что Бог сказал тебе о твоей стране, в которой ты сейчас живешь. Послушай. Я хочу дать вам несколько таких мест в Писании. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навсегда. Но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. Место отцов твоих со временем займут твои сыновья. Правителями повсюду сделаешь ты их. Веселись и ешь хлеб, и радостно пей вино. Дела твои угодны Богу. Вы скажете, разве это можно об Украине, можно о каждом человеке сказать? Когда я читаю эти местописания, особенно Экклезиаста 9 глава 7 стих. «Веселишь, ешь свой хлеб, и радостно пей вино. Дела твои угодны Богу». Вдруг в этот момент я вспомнил слова Ишуа в 6 главе Евангелия от Иоанна. И он говорит, это мое тело, то есть хлеб. И это мой завет через пролитие крови. И послание к Арифинам. «Делая сие это, смерть мою возвещайте, доколе придет». И если вы это делаете с весельем и радостью, то Бог говорит, дела твои угодны мне. Имея громкое объявление во всеуслышание, ты показываешь твое отношение к тому, что ты получил в свой дух. И ты объявляешься сильным в этом мире или силам этого мира, что они ни смерть, ни ад, ни стихии мира сего не смогут отвлечь тебя от любви Бога и в Его слове к тебе. Говоря вслух это, от своих слов ты оправдаешься и осудишься. Тут в моих записях вообще записано, что мы должны сказать «Аминь». Окей, хорошо. Писание говорит, еще нет слов на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Псалом 138, 4 стих. «Всегда будь внимательный, что ты говоришь. Что выходит из твоих, из твоего рта, на твоем языке. Так как только Бог знает помышления, намерения человеческие. Только Бог знает. Враг всего лишь пользуется тем, что ты уже сказал. И он берет то, что ты сказал, и использует его в свое намерение. Ведь Слово Божие живет и действует. Оно острее, чем любой ободоустрый меч и проникает в самые глубины нашей сущности. Туда, где проходит граница между душой и духом, до составов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечные помышления. Только Слово Божие это делает. И сам Бог является этим Словом. Я вам хочу искренне сказать. Если мы постоянно питаем себя информацией, как все плохо. Невыносимо трудно. Невероятно все коррумпировано. Некому доверить. Враги сожгли родную хату. На привозе все дорого. Евросоюз хочет поднять тарифы газа по цене жизни у нас. И на фонтане не фонтан. И лето не совсем удалось. Вы этим питаетесь свой дух разочарованием. И унынием. А унылый дух сушит кости. И когда ты сушишь кости, а еще кости перемалывают. Как бы, как его там еще? Обмывают, да? Кости как там еще говорят? Перемывают, да? То есть, другими словами, разносят сплетни среди ваших врагов и друзей. Что получится? Что получится, когда мы перемываем кости всему тому, что у нас в негативе? Все, что мы наслушались. И мы это все живем, говорим. Тогда я скажу вам. По вере будет вам. Что ты исповедуешь, то ты веришь. А по вере, да будет вам. А я так не хочу. Друзья, честно сказать, я так не хочу. Я не хочу насилия на наших улицах, наших домах, даже на привозе. Все это вообще-то не по мне. Я этого не хочу. Мне нравится мой город. Мне нравится Одесса, какая она есть. Радостная, шумная, смешная, немножко с юмором. А наша тяжелая жизнь на 3 килограмма золота. Так, намек для всех, что у нас все нормально. Нам не только необходимо объявить то, что мы получили свой дух, но начать и благодарить Бога за это. Знаете, я вам скажу, как это происходит. Я сразу объявлю то, что мы еще не получили, но верим, что получим. У нас буквально был на той неделе друг, который общался с молодежью. Побывал на нашей молитве. Человек, который заинтересован в том, что Бог делал вообще в разных местах. Мы с ними провели время. Я скажу честно, я устал. Так, тяжело. Имеется в виду, что интенсив такой был. И когда они покидали нас, мы молились. Но было бы хорошее время, вот присутствие Бога. И вдруг он говорит. У меня есть желание. Мы согласились со своей женой в вашей общине подарить профессиональную кофемашину. А что вы радуетесь? У нас еще ничего же нету. Вот я хочу, чтобы вы услышали, поняли принцип Божий. Бог дал нам это здание. И то, что мы делаем, будет служить людям. Мы понимаем это. Мы получили это в свой дом. И даже то, что молодежь там собирает какие-то финансы, на кофемашину и так далее, они не надеялись ни на кого, кроме Бога. И вдруг нам дают обещание, оно произойдет. В этот момент мы не скажем, а кофе еще мешок дадите нам, а еще, чтобы вода там была. Мы сразу радостно, потому что когда мы получили в наш дух то, что еще мы не видим, но обстоятельствами говорят об другое, нам нужно начинать благодарить и радоваться, что Бог уже совершит. И даже если приговор стоит смертельный для вашей жизни, нам нужно благодарить Бога, потому что Он уже дал нам Слово внутри нас, как у меня в скорой помощи, что я не умру. И я был рад, что меня спасли. Это обстоятельство. Не пристанно молитесь за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья в Мессии Ишуа. Не пристанно молитесь за все благодарите. Слово «не пристанно молиться» – это значит «не пристанно молиться». Вы скажете, Ребе, а что вы знаете? Я каждый день молюсь. Я по средам это вижу. Очень хорошо это вижу. Ну, очень приятно, что аж всех вас видят здесь. Мне это приятно. И знаете, это я зачитал местописание из библейского общества, которое было написано в 1824 году. Я зачитаю вам еще на нашей державной мове. «Дякуйте Богови при усих обставинах, бо саме так Господь хочет, щоб вы жили в Ишуа Мессии». «Дякуйте Богови при усих обставинах». Когда мы уверены в том, что мы приняли от Бога, тогда вас не будут разочаровывать обстоятельства, сложившиеся вокруг вас. Когда вы получили, вы не будете расстраиваться. Например, отрык приносил Илье негативный ответ. Бывало так, да? Так все говорят, бизнесмены. Вы четко понимаете, что это происходит, да? А вам говорят, не продается. Или не покупается с кем-то. Но послушайте, ответ не разочаровал. Илью. Но знаете, что было? Потому что он знал, что он слышал шум дождя. Дорогие, дорогая Украина и украинцы, обращаюсь, как всем тем народам, которые живут в Божьей благословенной земле. Не стоит слушать новости, разочаровываться и унижение. Но вместо этого продолжать молиться, так как знаем, что все подлежит изменению. Все, что временно, оно изменяется. Бог прославится, а враг будет посрамлен. Я знаю четко, что Бог для нас говорит, я слышу шум дождя, иди к морю. Я по-другому скажу. Есть люди, которые разочаровывают и говорят, абсолютно ничего нету, никаких перемен, ни в Украине, ни в политике, ни в чем. И когда мы знаем, кто мы, и что Бог обещал для нас, для Украины, да, или украинцу, многонациональной стране, знаете, что, они приходят и говорят, а вот что? Ну что? Те не хотят, там не берут, эти бьют. И что нам делать? Я вам скажу так. Я слышу шум дождя, и поэтому иди ты к морю. Посмотри, не на людей, а на море. Как видишь? Как ты там видишь? Возможно, как слуги верные, идете туда к морю и говорите, Боже, ничего нету. Нет перемен в здоровье, нет в работе, нет в политике, экономике. Даже хуже, нам угрожает полным разорением. Как и политики, так и вообще все. Знаете, пойдите еще раз. Если не поможет, еще раз. Если не поможет, ну, ходите по тропе здоровья и молитесь. Может, поможет. Знаете, сколько, 15 километров можно намотать в молитве? Сколько-то времени пройдет. Два часа молитвы. Очень просто. И здоровье сбережете, и Богу помолитесь. Но если ты получишь в духе ответ, тогда тебе несложно будет быть послушным. Ты не будешь разочаровываться в том, что нет ответа. А ты знаешь, что то, что Бог тебе дал, оно исполнится. Ты будешь послушным. Бог скажет, иди еще раз, иди еще раз, иди еще раз. Сколько мне прощать моего брата? Семь раз? То есть, семь раз ходить мне все это делать? Нет, семь раз по 70 начинаю молиться. Это сколько? Только 490 дней, почти половина года прошло. Ну, тут, знаете, вот очень важно понять, что у меня в конспекте написано, что вы должны дважды сказать аминь-аминь. Но, знаете, суть, что сделал Илья с отроком, очень простой. Я хочу, чтобы вы услышали. Он настолько был, Илья был настолько уверен в том слове от Господа, что слова отрока не могли изменить его мнение. Что будет ответ. Что Бог даст дождь. Илья настолько его отсылал туда посмотреть, чтобы у него пришло изменение понимания, что Бог ответит. Наверное, запутал. Другими словами, Илья получил в своем духе, что Бог сказал, будет дождь. И он начинает молиться, говорит, иди. Тот приходит и говорит, нету. Илья не разочаровывается, потому что у него есть ответ. Но он посылает отрока, иди посмотри. Потом иди посмотри. Для того, чтобы он туда еще и принял откровение, что Бог все-таки нас посетит. Это нужно отроку было, а не для Ильи. Вы понимаете, о чем я говорю? Вокруг вас всегда будут люди, которые будут вас разочаровать. Вы говорите, у меня, я получил в духе, что я буду исцелен. Или я прорвусь через эту ситуацию моих зависимостей. Или что там ситуация в моем бизнесе. Мне подписать договоры, или что-то еще. Мы пройдем это. Я получил. А люди говорят, ты что, сумасшедший. Посмотри на свою жизнь. У тебя за душой не гроша, а ты хочешь быть бизнесменом. Как это вообще возможно? У вас будут люди. И вот этот момент, когда мы провозглашаем в этот духовный мир, и начинаем благодарить Бога уже о том, что Он сотворил, что Он делает? Он подталкивает нас, чтобы люди, которые на конечном итоге увидят, что произошло, скажут «Аминь». Бог будет говорить твой дух то, что противоречит естественным, виденным ситуациям окружающей тебя. Не позвольте новостям повлиять на то, что вы знаете от Бога. Не позвольте. Не позвольте чьим-то мнением пугать вашу уверенность. Даже если что-то я скажу, не верьте мне. Верьте Богу. И вместо того, чтобы они влияли на ваше сознание, те люди, которые не верят вам, скажите им, да иди ты к морю. Посмотри внимательно. Окружите себя теми, кто за вас, а не против. А если с нами Бог, то кто может быть против нас? Вы не можете себе позволить держать вокруг вас сомневающихся, негативщиков, спорящих с вами людьми, отрицателей, которые Божьей милости, ленивых в молитвах и просто вообще неверующих людей. Не держите вот этих, как сказать, еще неправильное общество вокруг себя. Ваше предназначение всеезвечайно важно. Важнее, чем переубеждение тех, которые не хотят поддерживать ваше мнение, ваше желание двигаться в Боге. Илья не спорил с отроком. Мы иногда спорим. Илья не спорил с отроком. Не переубеждал его в обратном. Он отсылал его подальше к морю. А сам всего лишь молился и знал, что Бог ответит то, что он дал ему в дух. Чтобы утвердиться в том, что вы получили от Бога, вам очень важно иногда послать иногда тех людей подальше к морю надолго, чтобы не соскучились, звоните им. Настоящим вопросом будет следующее, каждому из нас. Будет ли у вас и у меня достаточно смелости поверить тому, что мы услышали в своем духе? И объявить во всеуслышание и просто начинать молиться. Есть вещи, вложенные в наш дух, не понимают вообще люди то, что мы получили. До времени исполнения. Мы понимали, что Бог нам даст здание. Мы за это молились. И когда оно произошло, вообще люди не верили. Ко мне подходили и говорили, мы вообще не верим или не верили в то, что ты начал делать. Не было веры, но мы получили то, что Бог нам дал. Но нам нужно принять тот факт, что мы не будем побеждены людьми. под влиянием этих людей. Наберитесь терпения с людьми, с близкими, родными. И иногда им вообще непонятно, что происходит. Что мы получили. Они не оценивают, что мы делаем. Почему мы делаем. Зачем мы это делаем. Кто-то меня спрашивал, вот зачем это вот тот тарантаз, который у нас там стоит. Зачем? Кому он нужен? Место занимают. А вы знаете, я понимаю, что это Бог мне сказал это сделать. Я сегодня говорю каждому из нас, стойте в том, что вы получили в духе. То, что внутри. То, что стержень. Откровение 3.11 говорит. Все глядут скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. То, что тебе Бог обещал. То, что Он вложил в твой дух. То, что горело изначально. Держаться верой. Я прийду незабаром. Тримай, что ты маешь. Чтоб твоего венца никто не забрав. Твоей награды, чтоб никто не забрал. Ной получил откровение в своем духе, что будет потоп. Пойдет дождь, которого никто еще не видел. Строил лодку не у моря, а круглосветный лайнер на поле, где не было реки. С размером полтора футбольных поля 135 метров длины. Проходящие слышали то, что Он говорил о потопе. Видели то, что Он строил и думали, что Он обкурился травами с поля. Потому что они никогда не видели ни дождя, ни соответствующих катаклизмов. Никто не верил, а Он строил до тех пор, пока Ной не закрыл двери в ковчег. Ничего нет нового под небесами. Люди также будут смеяться над тем, что вы получили в духе, и унижать ваши мечты, полученные от Всевышнего. Они игнорируют просьбы Божьи и не принимают всерьез тот призыв, который Бог сделал в вашу жизнь. У нас с вами многое есть, что сказать этому миру. У нас есть призвание говорить каждому человеку о милости Божией. Нам есть, что провозглашать скровель этого города. И мы знаем, что стоит опасность у наших ворот для людей, для детей, для стариков. И мы не можем молчать. Мы не можем отсиживаться дома, потому что нам Бог сказал. и не говорить «Моя хата с краю». Если мы верим, что Бог сказал нам молиться за благоденствие этого города, тогда мы будем в безопасности, тогда нам необходимо поднять свой дух и стоять в проломе за этот город, за эту страну. Если ты хочешь быть в безопасности, тогда этот дом, этот дом молитвы для всех нас. Если ты получил, что ты будешь исцелен, тогда этот дом есть место, чтобы молиться. Если ты знаешь, что ты пройдешь годину искушения, банкротства или зависимости, тогда это твое место в этом доме. Это та гора, куда зашел Илья. Он опустил свою голову между колен посылая отрока убедиться о грядущих переменах. Это наше место сегодня для молитвы за все народы, за Украину, за Одессу. Время принять в своем духе то, что Бог сказал тебе. Независимо, какая бы это ни была ситуация. я знаю, что многое может молитва праведного человека, но если ты думаешь, что ты неправеден, тогда просто примирись с Богом. у нас нет интернативы. Бог сказал, что Он сделает перемены. Он дал нам это обетование в наш дух, и есть много людей, которые разочаровывают вас в вашей жизни относительно всего, что вы делаете. Но Бог не снимал с нас ответственности молиться за исполнение того, что Он обещал. И Библия об этом говорит. В молитве быть постоянно. За все благодарите, ибо такова воля Божья о нас. Мне бы очень не хотелось, чтобы беда нас объединяла в молитве. Я бы очень не хотел, чтобы ситуации, проблемы объединяли нас только для молитвы. Я бы хотел, чтобы все люди в Одессе, в других местах соединялись в молитве, потому что Бог им это сказал, вложил это в их дух о их будущем, о их то, кто они есть, их призвание, потому что все это промаливается на коленях. Молитва это вещь, которая нужна не Богу, а нам. Убедительность в наших вещах. Иисраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эха.